Приветики! Как и обещали, сегодня делаем пэтчворк из бумаги. Для начала нам с вами понадобится прозрачный клей. Я лично предпочитаю варить обычный клейстер. Но если времени на такой нет, то можно воспользоваться обычным прозрачным клеем для всяких домашних работ детских, канцелярских. Клея должно быть достаточно, чтобы бумага, которую мы туда опускаем, в него как минимум утонула. Давайте начнем с белой бумаги, она самая простая. И с этим у меня действительно уже было достаточно продолжительное отобщение. Значит, что можно сделать? Мы с вами должны эту бумагу полностью намочить, утопить в данном клее. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы бумага пропиталась. Но вот он у нас достаточно густой. Это как бы хорошо с одной стороны. А с другой стороны нам, наверное, понадобится еще такого клея много. Теперь, после того, как мы его намочили, бумагу можно конфигурировать. Вот мы ее кладем на участок, на который мы будем его приклеивать. И начинаем ее собирать. Таким образом получается определенная текстура. Значит, глубину текстуры и количество складок мы можем варьировать, как мы хотим. Больше, меньше, создавать края разные. Окей. Ну вот, допустим, вот так вот как-то, да? Более-менее. Вот у нас одна бумажка готова. Можем здесь завернуть края, чтобы было неровно. Создать какую-то вот такую вот структуру. Можно совсем сделать, чтобы было мелко. Вот это вот, да? И потом это все можно, так как вам нравится, расправить или наоборот сделать более глубокие складки. Как здесь газета сочетается? Ну вот, смотрите. Допустим, мы добавим сюда еще одну газетку. Намочим ее. Так же, как точно нам так намочили. У нас только единственное, не хватает здесь немножко материала. Не хватает клея. Вот, клей мы еще долью. Вот, придется разводить в следующий раз. Но я уже не буду сейчас сделать, я не готов просто к этому. Окей. Мочим газету. Окей. Так, чтобы она полностью промолкнула. Потому что в этом смысл для того, чтобы сформировать ее. Окей, извините. Вот. И добавляем газетку. Теперь, как мы все это можем сделать? Оформить красивенько. Мы можем, прямо вот, начиная вот с этих вот углов, начать вот эту газетку сюда перекручивать. Окей. Таким образом, создавая какой-то еще дополнительный паттерн. Вот эти все вещи можно вот так вот закрыть, перекрыть. Можно использовать цветную бумагу. Так как душа пожелает. Ну, допустим, мы сейчас возьмем еще одну, там, белую или цветную, допустим, бумажку. И, конечно, оно все смотрится когда однородно и немного лучше. Я сейчас возьму желтую еще. Для контраста, для того, чтобы было видно, как это работает вместе. Точно так же. Значит, смысл в том, что, извините, оно мне все подойдет. Смысл в том, что нужно смочить как можно сильнее эту бумагу. Окей. Тогда она хорошо прилипает. Клистер идеально справляется с этой задачей. Окей. То же самое. Сейчас я это двину, чтобы было место видно. То же самое. Добавляем какой-то паттерн. Желательно, чтобы вся эта бумага имела одинаковую глубину складок. И тогда это будет смотреться как-то так очень привлекательно и однородно. Окей. Когда высыхает, создается ощущение однородной структуры. Здесь мы с вами скомбинировали три некомбинируемые вещи. То есть это либо газета, либо то, либо то. Когда она высыхает, убирается вот эта вот прозрачность и белую, скажем, бумагу. Можно потом еще покрасить белым в белый цвет. С клейстером это минимально идет нарушение цвета. И вот цветная бумага, видите, практически цвет не теряет в виду своей плотности. Ну вот как-то так. Окей. Вот так это выглядит. Когда высыхает, мы можем с вами сформировать абсолютно любые поверхности, любые объемы. Вот, скажем, квадратный метр, ну где-то 20-30 минут на него уходит.